Всем привет, ребят! Уже прокачал, а у нас остался Зотти, Алот и Полиджина. Давайте их прокачаем, Полиджину мы больше брать с собой не будем. Вот, заменим ее, я думаю, на Майю, потому что Майя умеет краситься. Вот, и она меня не так бесит, как этот, господи, Орланчик-то, этот маленький пиратик. Ну, вы поняли. Окей, так, что мы тебе поднимем? Мы поднимем Алхимию, давно мы ее не поднимали, ты у нас одна и владеешь, к сожалению. Так, история 13, религия 13. Религия иск, вроде бы, вообще-то только ты одна у нас владеешь, по-хорошему, поэтому на. Так, всего одно очко, к сожалению, у нас здесь. Это что? Нет. Искра праведная в душе, а почему бы и нет? Вроде бы неплохо. Возьмем. Я думаю, нам пригодится. Так, и еще я так подумываю, что нам неплохо бы... А, здесь этого нету. Большие головы. Лигатуры нам тоже не нужны. Я думал, что есть возможность повысить сложность игры. А вот что-то... Что-то... А, о, все оказалось совсем просто. Отдельная вкладка сложность. Так, это мы все оставляем. Выводить данные личности репутации. Отображает последствия вариантов диалога для... Почему бы и нет? Надо было раньше включить. Давайте попробуем на ветеране поиграть. Потому что становится нам уже как-то слишком легко. Мы перекачались. Так, у нас может хоть какая-то жопоболь появится небольшая. А там, если что, мы уже... Можем всегда вернуться на классику. Или вообще на историю, в которую я даже не представляю, насколько легко играть. Так. Окей. Сюда, сюда. С ним вообще все просто. Хотя, может, мы тебе историю на единичку подтянем. Суну ты у нас всегда с нами бегаешь. Она лишним не будет. Идем дальше. Ох. Большой отпечаток ремуара это для ближнего боя. В ближний бой я тебя не пускаю. Ага, вот это мы возьмем. Так, ну и по лиджине мы тоже впуливаем уровень. И забываем про нее. Тайные знания. Можно и тайные знания ей дать. В принципе, какая разница. С устрашением мы тебе 10 сделаем. Только я тебе захочу для устрашения с собой отыскать. Боец. А, это кто? Это паладин, да? А, нет, это боец. Все-таки ожили... Ага, смотрите, а вот тут две последние ветки-то закрыты. То есть дальше прокачаться не получится. Вот оно что. Вот в чем минус мультикласса. Ну, опять же, умения-то здесь такие, конечно. Не то, чтобы я их очень хотел получить. Не знаю. Надо ли у нее что-то забрать, что нам может пригодиться? Это нам... Нет. 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 Нет, нет, нет. Ну, можно и... Это что такое? Глаз Кракена. Ага. О, точно. Мы же шлем крутой подобрали. Снаряжение ныряльщика. У нас тоже осталось. Умлет колокольчика. Сердце. Мне бы посмотреть, что на Текеху болтается. Потому что, ну, может, я бы ему это отдал. Я не помню реально, что на нем. На нем, скорее всего, что-нибудь там в стиле интеллекта. Ладно, давайте проваливать отсюда. А знаете, куда мы поедем? Мы поедем у нас в квест очищения Кругспура. Поговорить с Ацурой в Латунной Цитадели. Вот. Да, мы на Латунную Цитадель сейчас отправимся. Ну, а в Латунной Цитадели мы уже там маркировку персонажей сделаем. Ну, подумаем над различными вариантами в этом плане. Угу. Осталось это место, кстати. Еще, кстати, я так понимаю, что это что такое. Вот оно и очищение Кругспура. Интересно. Интересно ситуевина. Поплывем в Никитаку. У меня прям аж как бельмо на глазу увидел. Это скопление зеленого. Руатай. Джонка, джонка. Но джонки-то все эти нам как бы не сильно мешают. Мы с ними там на раз справимся. Ой, как шлюпик медленно плывет. Просто я думаю, что сейчас может настать тот самый момент, раз мы сменили сложность, то придется сменить и корабль. Потому что нас могут как бы без вариантова просто начать все нагибать. Так, подождите. Мне надо состав для начала изменить. У меня... Попробуем текеху выдать этот амулет, принять. Для начала мы выйдем на причале королевы. Что-то из-за чего мы могли быстро... Не знаю, кто тебя оставляет. Там тоже большой любитель смотреть. Мне достаточно один-два раза посмотреть на какие-то, ну, праненькие игры, да? Там типа, ну, торговли, да? Не знаю, переодевание какого-то. Много времени отнимало. Просто иногда я... Ну, редко бывает, но бывает, что могу... Сидеть просто и что-то пялиться в один доспех. В надежде понять, хочу ли я его... Носить, а потом... Снять его, там, не знаю, загрузиться, там, и так далее. Так. Поехали. Ого, ничего, у тебя блефа сколько. Ха. Охренеть. Историю давайте тоже поднимем. Опа. О, нет, ну, лучше торнадо улучшим. Штука хорошая. Но посмотрим, вот это что такое. Увеличивает пробивание у всех союзников области. Так. Вызывает голосовый взрыв. Вот это там. Это что? Собери всю силу и ударь по зверю. Котив животных. Да ну. Ещё что-то мы можем взять, да? Это что? О, это же фусрада. Фусрада мы возьмём. А вот это... А, это вот следствие от вот этого. Хорошо. О, нет, только не это. Так, ты у нас пользуешься всеми магическими палочками плюс дубинушками. Я не знаю, мог бы тебе щит дать из маленьких вариантов. Надо ли оно тебе. Мы, кстати, давно не заглядывали в его музыкальный словарик. Или как он открывается? Смитю маник. Ага, вот он. А здесь-то, собственно, ничего у нас и не появилось. Так, если уж говорить на чистоту. Ну, и как бы, да и хрен с ним. Так, стыке хо. Мы, собственно, что его взяли-то? Ага. У него на интеллект плюс источник мощи. Источник мощи... Повышает уровень мощи его... Не знаю, надо ли нам оно. Но. Так, мы сейчас омгновенно уничтожим разумного противника. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ага. Так, и он у нас... Включим словом воды. Ммм. Интересно, интересно, конечно. Ты же у нас водный богоподобный. Богоподобный моряк. Ага. Ай. Назад. 50% урона от атак с ключевым словом воды преобразуется в здоровье. Я не знаю, какие у нас там с водой. Это мне копаться неохотно настолько глубоко. Хотя вот сейчас может все прийти к тому, что появится в этом потребность. Так, оставь это у себя. Носи пока вот это. Все-таки оно нехеровую прибавку к урону дает. Поэтому оставишь себе. Так, что? Знаете, вам галеты. Воду. Пиво пока не дам. У вас еще есть. Ну, ладно. О, кэц. О, кэц. А надо ли тебе палку, может, дружище новую? Это у тебя жезель. Жезель, значит... Ну, этот чуточку получше. А, это боевой посох. Это уже совершенно другая тема. Он не дальнобойный, я так понимаю. Могу тебе щит разве что дать, чтобы болтался-то. Ну, слушай, раз это не посох. Это пика. Это похуже. Слушай, ходи с ней, а. Нормальная штука тебе в самый раз пойдет. Нечего выдумывать. Перчатки тебе не дам, как видишь. Единственное, мне хочется все-таки на интеллект эту штуку кому-нибудь впулить. Уровень мощи для способностей с ключевым словом яда. Атаки оружием ближнего боя для режима скрытности наносят цели постепенный токсический урон. Токсические спирали. Ага. Телепортация к фрагу и атака с выпуском ядовитого облака. Мне кажется, бы Зотти этот шлем очень хорошо подошел. Что она у нас носит? О, Зотти носит все еще свою шляпу эту. Ёб твою, налево. Но я не готов Зотти видеть в таком великолепном шлеме. И без шлема ее не готов видеть. Я никого не готов видеть в такой хуйни. О, ну это капец просто, конечно. У меня рвется шаблон. Ужас. Ужасный шлем. Просто невероятно ужасный. Ой. Она даже как-то это прокомментировала, бедняга. Так, ты герва. Помогу я, может, как-нибудь отсюда поменять чудесным образом состав своей команды? Ага. Десять раз я могу поменять. А-а-а. Ненавижу. Создаёте трудности там, где их нету. Вот, блин. Стою рядом с кораблем. Дайте мне поменять состав команды. Не хочу я бежать в какой-нибудь этот паб для смены состава. Это неудобно. Сарафин вспомнил, как его зовут, да. Ну, дайте мне лучше Майю. Майя шарит. Что делать у нас? Вот, хороший отряд уже давно сложился. Нам как бы... В него вписывается редко кто-то ещё. Так, латунная цитадель. Латунная цитадель. А, вспомнил. Да, имперский штаб, нижний этаж. Вперёд. Окей. Так, и Майечка у нас тоже прокачалась. Сейчас от Суром, братишка, погоди, внимание, надо качнуть. Смотреть ещё во что она у нас тут приодета. Решительность у неё. Деяние охотника, которое я улучшить не могу. Ловкость, решительность, скрытность. У меня всё ещё пояса нету. Большой как бы не лайк. Вперёд к мне. Мы говорим о том... Так. Можно и атлетику подтянуть, лишним не будет. Так, механику 7, 9. Механика не надо, я сам справляюсь. Устрашение. Ну, бам-бам-бам. Дипломатия, выживание у нас до жопы. Дипломатию. Ну, можно дипломатию. Хоть её ни у кого не... Ни у кого её и не качают толком. Следопыт резко обрушивает на противника целый вихрь смертоносных ударов, проводя по каждому, кто окажется в зоне действия. Требуется оружие ближнего боя. Нет, нет у нас. Следопыт выполняет основную атаку на расстоянии, выпускает два снаряда одновременно. Берём. Когда следопыт и его животное, спутник, теряют сознание, партнёр получает обычные эффекты от общего горя. Чего? Он наполняется сосредоточенностью, яростью. Чего-то нет, не надо. Повышает максимальный числ... Блин. Интересно. Интересно. Вот здесь вот реально, вот потерять два последних уровня вообще бы не западло было. Вот настолько вот здесь качать нечего по-хорошему, что просто жесть просто. Так. Чё бы мне хотелось. Давайте вот это возьмём. Мощный полёт. Полезная штука на пробивание целей. Ох. И тут что-то ещё качать вы мне предлагаете. Ну, раз мы качали мечи, то... А, она у нас... Вручные меча им пользуются. Ну, тогда вот. Вот это бери. Так, ладно. Закончился макроменеджмент. Надо с Цурой поговорить. Чё это остров там в осаде находится. Ацура смотрит на вас едва заметной радостью на взгляде. Он выглядит так, будто знает какой-то удивительный секрет. Секрет, который собирается раскрыть вам. Мне сообщили, что ты разделался с работорговцами Крукспура. Ты сделал большое дело, Хранитель. Он хлопает вас по плечу и пытается изобразить тёплую улыбку. У него почти получается. Это всё, что ли? И не успел начать квест, как выполнил его. Задача выполнена. Охренеть. Да. Вот так вот. Они давно были для нас занозы, но мы не могли вытащить её самостоятельно. Спасибо тебе за услугу. Он отдаёт вам увесистый кошелёк. О, вот, смотрите, да. Начали появляться у нас эти всякие подсказки в диалогах. Ну, о. Тысячам жителей архипелага они причиняли боль. Конечно, мне пришлось вмешаться. Хотя... А что вы имеете против работорговцев? Ну, как бы... Логично, конечно, но всё же. Архипелаг Мертвого Огня беспокойное место. Здесь в изобилии встречаются хищники и процветает беззаконие. В юридических легендах вину за это возлагают на ярость бурь Хайли и голод чудовищ Ондеры. Историки вроде родного брата Майи расскажут тебе историю об изоляции и взрывном росте торговли. А ещё он сказал, что нести другим знания и нести пушечные залпы. Такие же разные вещи, как птицы и лисы. Но... Всё это лишь маскирует простую, но суровую истину. У Анны не хватает силы воли, чтобы защищать свою родину. Отцура замолкает и впервые смотрит на вас с момента ваших объяснений. Он постепенно приходит в себя и ожидает вашей реакции. А откуда вам это известно? Позволь продемонстрировать. Он складывает ладони и прокашливается. Две тысячи лет назад наш город начал завоевание Руатайи. Эти земли были совсем новыми для нас, а многие из коренных жителей были куда лучше оснащены. Но мы взяли верх. Мы были едины там, где они были рассеяны. Мы не желали влачить жалкое существование, прятаться в скальных пещерах. Мы твёрдо намерены были построить для себя лучшую жизнь. Те, кто отправился в это путешествие и основал Руатайское государство, сделали то, что должны были. Наверное. Разделённым и разрозненным племенам сложно удержать контроль над своей территорией. Покрывившись, он сплетает пальцы и начинает расхаживать взад-вперёд. Хм. Майя, да, тут. Валиансы и Принчипи разорвут Архипелаг Мёртого Огня на части, а Уанна будет стоять в сторонке, не пытаясь этому помешать. Значит, мы должны сделать всё возможное для защиты Архипелага и его обитателей. Мы не позволим работорговцам вернуться, разместив в гавани Крукспура один из своих сильнейших флотилий. Да, молодцы. Вот это вот интересно. Вы же не думаете, что я поверю, что будто вы бы отправили туда целую флотилию, просто чтобы сдерживать работорговцев, верно? Несколько секунд он молчит и не двигается, что-то считая в уме. Наконец он медленно улыбается. Думаю, нам стоит сосредоточиться на том, как мы можем помочь другу. Ты так не считаешь? И продолжив работать вместе, мы добьёмся наших общих целей. Стабильности на Архипелаге Мёртого Огня и встречи с Иатасом. Как бы то ни было, сейчас наше внимание сосредоточено на Саюке. Уверен, что Хазуну и даст тебе знать, когда настанет подходящее время. Прошло столько времени, а я всё ещё не понимаю, кто ты и во что ты веришь. Он изучает вас пустым, но задумчивым взглядом, к которому вы уже успели привыкнуть. По едва заметным движением зрачков вы понимаете, что он смиривает вас взглядом, решая, сколько можно вам рассказать. Наконец он слабо улыбается. Кто мы такие? Что значит этот вопрос? Для чего искать постоянно в мимолетном... Для чего искать постоянство в мимолетном существовании? Настанет день, и наши тела исчезнут, вернувшись в колесо. Каждое сказанное нами слово, все наши знания, всё это будет забыто вместе с нами. На его лице отражается слабый интерес, словно бы эти слова волнуют его не более, чем далёкий гомон толпы. Но это... Это останется. Продлить существование души, цель для глупца. Цепляться за великое прошлое — тщеславие. Я хочу быть одним из тех, кто построит что-то, что надолго переживёт меня. Всё истинное бессмертие. А, вот истинное бессмертие. Он улыбается, и в уголках его глаз видно удовлетворение. Я согласен, очень важно успеть сделать что-то великое за отпущенный нам срок. Немногие смогут сделать столько, сколько ты, хранитель. Но нам с тобой ещё многое предстоит сделать, и сейчас не время для философских бесед. Ну, я так понимаю, что все наши квесты за компанию закончены. Так, в Альянс у нас двоечка. Это какой-то порт Мажео, поднёрочка. Ничего себе. Колеская компания Архипелага двоечка. Ну, хорошо. Ну, хорошо. И что нам дальше делать? Это где у нас зубы Магран? Понятно. Так, это Тиковара. На востоке Никитаки, а также за грядой острова Коа-Рикихо. До начала выходим отсюда. Так, я не перестану. Все хорошо. Видение кончилось. Окей. Я все равно не могу не перестану. Ясно. Так. Да, давай на причал королевы. Поскольку у меня сейчас экипажа всё-таки побольше накопилось, я, наверное, сейчас на паузе, чтобы у вас не грузить лишней информации, попробую купить корабль, посмотреть, смогу ли я его сразу улучшить по максимуму. Ну, там, всё вот это сделать, всё, что нужно. Потому что я до сих пор не понимаю, управляем ли мы двумя кораблями, десятью, там, или всё-таки мы на одном сразу плаваем, потому что дело-то такое. Так, давайте на паузу. Так, и мы продолжаем дальше. В общем, купил я корабль, я поплавал тут на нём немножко, сейчас всё покажу. Фух, даже хватило денег, но, правда, осталось всего две тысячи у нас после этого. Ух, это, конечно, не то чтобы много, но окей, это ещё что такое. Десять дубинок у нас откуда-то взялось. Понять не имею. Так, вот, теперь мы плаваем на джонке, который я также обозвал непокорный, не стал выделываться. Пришлось искать кучу экипажа, вообще кучу-кучу задействовать почти всех, кто у нас там был в резерве. Вот, поставил я кучу имперских длинных пушек. Королевский бронзер, конечно, вообще самый крутой. К сожалению, пришлось по одной на каждую сторону поставить. Очень много новичков, опять же, набирал. Остались, конечно, наши опытные, там, и выпивохи, там, и так далее. Там, все, кто умеет, уже помного звёзд, но, опять же, вон там канонир с одной звездой, да, там, ну, что было, то было пришлось брать. Вот, и как-то вот так и работаем теперь. Осталась ещё одна ячейка для команды на отдыхе. Кого-нибудь туда, там, я не знаю, впихнём, кого найдём. Вот, могу корабль ещё, конечно, показать так, как он выглядит. Давайте отсюда уйдём. Мы сейчас вокруг Тиковара немножко поплаваемся, займём чем-нибудь. Нам тут есть что поисследовать, потому что, как минимум, у нас по квесту картография Архипелага Тиковара у нас ещё актуальна. Давайте немножко прогуляемся по палубе. Не сильно изменилось, но есть, конечно, моменты какие-то, на которые я даже, вот, например, раньше внимания не обращал. Ну, во-первых, корпус другой, да. Плюс вы можете заметить, что пушки, причём видно, что они разные, то есть, соответственно, вот эти длинные имперские, и вот здесь почему-то две вот этих бронзо стоит. Вот, все у нас тут ходят, бродят. Биадул наш, бессменный рулевой, который все разы, когда возлагалась на него надежда вырулить из кораллов, разъябывал наш корабль, но как бы то ни было. Сейчас всё выглядит примерно вот так. Ну, серьёзно, не стало больше места как-то визуально, но, единственное, вот, не знаю, коек стало шесть, по-моему, их тогда было четыре. Вот, а так, все тут как сельди в бочке всё ещё. Чё, Зотти, как дела? Ладно, давайте поплаваем, как бы вот сейчас у нас такой корабль, непокорный, непонятно, он, наверное, в Никитаке остался, я вообще всё оттуда снял. Ну, вот, то есть, если мы заходим в настройки корабля, у нас здесь только этот активный, а здесь вот нехватка экипажа, как бы, и всё. О, непонятно, чё к чему. Ну-ка, а мы скольки звёздочные? Ну, у нас, вон, много звёзд, у нас их шесть. Вот так вот. Окей, куда мы поплывём? Здесь мы были, ну, давайте вот сюда начнём с края, с самого исследования наше. Нам неплохо бы на каком-нибудь острове ещё заполнить оставшуюся открытую ячейку у нас из команды на отдыхе, чтобы прям вообще при полном экипаже плавать. Правда, они с нас деньги сосать будут, это просто капец как. Хотя нет, дневное жалование, 55 монет так и осталось, жрут они тоже не особо много. Ну, так что, в принципе, всё под контролем. Так что, держимся. Фиргест, Принчипи Сен-Патрена. Уставшая потаскуха корабль у него называется. Ну, он сильный капитан, судя почему. У нас никаких фиргестов, по-моему, нету. Нет, нам никаких не надо искать. Ты подраться хочешь? Ну, давай. Сучонок. Чё, попробуем постреляться с ним, так, интересно ради. Ага, у него тоже джонка. Это какой у него ранг? А, ну у меня повыше, судя по всему. А это что? А, у него ягер больше на борту. Ресурсы врага, а так. У него плотность больше. Интересно. Почему это? Ну, у него, наверное, просто это, корпус сильнее. 600 метров между нами. Полный вперёд. Быстрее корабль он съездит, совсем чуть-чуть. Сейчас 80 метров он может проплыть. Подплывём поближе. Я не помню дистанцию наших пушек, но я думаю, где-то 200 метров должно хватить. Полный вперёд. А чё он крутится? Левый поворот. Левый поворот. На месте крутится, идиот. Надо было сохраниться, конечно. Бам, бам, бам. И кого-то у нас ранило. Да. 360 метров. Это ещё что такое? Пожар на палубе? Хм. Не очень хорошо. Так, левый поворот делаем. Так, огонь с правого борта. А, это что значит? А, у нас здесь раненый. Пожар на палубе. А, понятно. Огонь? Ага. Ведро. Шрапнель. Травма на 10 дней. Ужас. Поджаренная шкура. У него навигаторы и кока нету. Голодными плавают, что ли? Вот так вот, держи, скатинь. Хотя промах был всё-таки. Так. Я к нему, получается, жопой развернусь. Ладно. Ещё раз поворот. Бам-бам-бам-бам. У-у-у-у-у. Ни хрена себе. У-у-у. Так, у нас уже всё плохо. Ещё раз левый поворот. Так, и огонь с левого борта. Да. Огонь. Но всё-таки у меня состояние корпуса вообще не очень. Состояние корпусов вот хорошее. Мы, скорее всего, сейчас просто можем проиграть. Но периодически надо как бы не только на таран лететь с абордажем. Так. Нам надо к нему развернуться. Для этого мы делаем ещё один левый поворот. Ага, и летим вперёд. Насколько мы сократили на 50 всего лишь? Это что ещё он делает? Половинный ход он делает. Тоже мне навстречу. О, 30 метров мы всего проплываем. Маловато, маловато. Мы так долго плыть будем до него. И... Ух. Всё. Мы подтонули. Вот так вот. К сожалению, славным нашим деяниям пришёл конец. Не готовы мы ещё биться так. Но будем иметь в виду. Надо не забыть ядра прикупить в каком-нибудь ближайшем порту. 100 единиц. Ну да, кстати, мы много чего можем пополнить. Сейчас как минимум медицинских этих припасов мы можем вообще уйму с собой возить. Но всё это мы сделаем, соответственно, когда доберёмся до ближайшего порта. Кто бы мог подумать, что нам не хватит 85 единиц состояния корпуса. Но более хороший корпус стоит просто 50 тысяч. А важно понимать, что у меня даже нету какой-то части мало этих денег. 2000 у нас в состоянии счёта вызывает некоторую боль. Но надо было уже вложиться в корабль. Получаем опыт ещё там за открытие. Ладно. Идим на него вообще со всей скоростью. Так, и на таран мы его. Что-то неповадное. Сападонок Панама. Смотрите на него. Два раза уже будет на ближайшее время в плане морских сражений это всё-таки выиграть хотя бы раз без абордажа. Но пытаться будем, но вот хрен знает, что получится. Надо более просто ловко, а не только влево, но и вправо поворачиваться, чтобы стрелять. Посмотрим. То есть там и удержание надо правильно делать, и какие-то действия противника предугадывать. То есть более как-то осознанно драться, нежели заниматься какой-то бандой. Так, нужно всех задебафить, а вот. Так. Зоти, зоти, зоти. О, да, идеально. Ничего, даже поэтому я смотрю, попадаю, если плохо. Давай сюда ещё. Это что это? А, это, господи, да кто-то там, это, понятно, какую-то ерунду заюзал. Типа огни на стены. Вот так вот. И певец в последнем пал. Это кеху там носится. Это кто у нас такие? Вымпел фергиста. Флаг ублюдков с Чёрного острова. Это чё это за шлёпалка? Это одноручный меч. Это забавно. Вы вырвали этот обсидановый меч из мёртвых рук капитана грозных ублюдков с Чёрного острова. Как такое древнее оружие оказалось у стульмерского сброда неизвестно. Скорее всего их привлёк блеск клинка из вулканического стекла. Пираты вообще любят всё блестящее. Задолго до того, как жители архипелага Мёртвого Огня научились обрабатывать металлы, оружие и инструменты часто делали из обсидана, который легко затачивался до бритвенной остроты. У многих воинов Аумао были подобные обсидановые мечи. Смертоносное сочетание клинка и дубины. Помимо всего прочего, они были очень тяжёлыми и требовали от владельцев недюжинной силы. Судя по вырезанным на оружие символам, оно принадлежало великому воину, который одержал немало славных побед против несметного количества врагов. Так, это одноручный меч, неплохо, который предназначается для класса «Понятно». Хорошо. Возьмём. У нас все хера кто ранг получает. Круто. Несмотря на то, что пушки наши покрылись пылью давным-давно. От чтения вас отрывает стук дверь. Снаружи стоит малышка Леука с видом проигравшего спор. Капитан, лучше вам подняться на палубу. На горизонте другой корабль. Выглядит заброшенным. Леука ведёт вас на полубак, где собралась куча матросов. Начертив свой знак, старый Энгрим указывает на левый борт. Это дурной знак, капитан. Нужно отдать их владычице скорбей, иначе быть беде. Реверри посмеивается. Мы даже не знаем, мёртвый ли он. Тем более не знаем, что у них в тюрьме. А ты уж спешишь пустить их на дно. Крабль покачивается на волнах, паруса его спущены. На мачтах развивается зелёный флаг, означающий, что на корабле заразная болезнь. Да уже было такое. На палубе никого нет. Так. Глянуть в подзорную трубу. Вы достаёте подзорную трубу и наблюдаете за кораблём. Движения на палубе нет, но на носовом кубрике вы замечаете труп. Через несколько секунд обнаруживается ещё один ближе к корме. Под знаком заразы вы видите ещё один флаг с изображением зажжённой свечи. Вы узнаёте эмблему добрых путников. Так, что думаешь, сестра Щитоделия? Сигналов никто нам не подавал, думаю, помогать на том корабле уже некому. Крабль слишком опасен, капитан, и не только для тех, кто его тут встретит. Не буду вас жизни учить, но мне кажется, лучше его потопить, пока кто-нибудь не решил подняться на его палубу. Готовьте пушки, отправим его в одну... Продолжаем двигаться. А что значит, сейчас подойду? Матросы недоверчиво переглядываются. Качая головой, Ривера усмехается. Никто не скажет, что нашему капитану не хватает смелости. Да, если я могу кому-то там помочь, нужно попытаться. Так точно, капитан, говорит малышка Леука и идёт готовить шлюпку. Вы подплываете на шлюпке к кораблю и останавливаетесь, прислушиваясь, но слышите только скрип досок и плеск воды. Вы забираетесь наверх, и первое, что увидите на палубе, пару трупов в простых нагрудниках. Плоти на костях у них осталось совсем немного, солнце уже выбелило черепа. Болезнь это часть жизни, как для растений, так и для живых существ, я это знаю, но мне всё равно это не нравится. Зотти взмахивает фонарём над телами, быстро срезая урожай душ. Надеюсь, то, что их сгубило, уже выдохлось. А лот закрывает рот и нос рукавом. На палубе нет почти ничего, кроме увязанных парусов, и остаётся ещё заваленный люк в трюм. Ага. Так, войти в трюм. Давайте я. На это уходит немало времени, но вы разбираете завал и открываете трюм. Наружу вырывается вонь гниющего мяса и облака чёрных мух. Поиск врачевателя. В трюме обнаруживается несколько трупов. На большинстве простая одежда рыцаразских фермеров, но на одном доспехе, и это ещё один паладин, похоже. Также вы находите бочку смолы, несколько вёдер с гвоздями и большой отрез холста, чтобы чинить паруса. Когда вы возвращаетесь, команда принимает шлюпку, но старается держаться на расстоянии. Некоторые закрывают лицо рогожей. Старый Энгрим молится. Готовьте пушки, отправим его на дно морское. Старый Энгрим напевает гимн в честь Вондры, пока пушкари готовят орудия. Песня становится всё громче. Непокорно делает салп по оброшенному кораблю, попадая ниже в отрелинии. Крабль уходит в пучину, команда возвращается к своим делам. Ну, хоть пыль с пушек стряхнули. Давайте остров по кругу обплывём, ещё не знаем, что это за остров. Зал Невзримого. Звучит, конечно, интересно. Кстати, а кто у нас ранее? Надо кого-то просто убрать с поста. Угу. Ловко. Увернулись от этой многоглазой Энессы. А, это, господи, это компас же. Ну, давайте сюда. Неизвестно, что это за место, но, по крайней мере, узнаем. Сейчас мы ещё, наверное, можем запалеть скоро. Так. Что мы, кстати, подобрали? Где эта штуковина? Ммм, не понял. А, вот она, да. Чё, Эдар, думаешь, хочешь такую? 24-33. Она получше, да, будет. Выглядит, конечно, тупейше. Прям максимально тупейше. Ммм, все желающие, хорошая штука. А у нас хватит... А, ну у нас хватит денег, и сразу же и на этом всё и закончится. Невосприимчивость к окружению даёт. Неблокируемость, вот бы интереснее было. Плюс 4 к точности, ближний бой за каждую втянутую в бой цель. Ладно, возьмём. Да, что-то по деньгам-то у нас сейчас пока плоховастенько всё получается. Нам нужно поторговаться, срочно избавиться от всякого хлама. Край вокруг кажется безжизненным. Он невероятно тихий, и израненные холмы спускаются прямо к спокойному чистому морю. Над головой не летают птицы, вокруг нет ни кабанов, ни крыс, ни даже ящериц. Лагерь впереди, куда оживлённее лошади, привязанных к жердям. Рядом на ящике сидит некто в плаще с надвинутыми на голову капюшоном. От котелка, висящего над которым тянет ароматной похлёбкой. Есть соображения? Ну, думаю, да, лучше Эдера спросить. Так, первым делом угостим их морковкой, чтобы завоевать доверие. Потом расчешем гривы, а то они что-то спутанные. Если после этого не подружимся, то вернёмся снова к морковке. Эдер увлечённо смотрит на лошадей. Зотти пожимает плечами. Если это ловушка, то достаточно хитрая. Что-то здесь не так, говорит Алот. Я чувствую необычную магию, хотя я не могу сказать точно, какую именно. Похлёбка пахнет очень хорошо, даже слишком хорошо. Думаю, это ловушка. Прищурившись, Майя потирает подбородок и медленно кивает. Так, тайком пробраться в лагерь. Майя кивает и ведёт вас вперёд. Обойдя фигуру в капюшоне со спины, вы пробираетесь ко стру. Когда вы минуете первую из палаток, будучи уверены в своей незаметности, вас встречает житель саванны, нацелив самострел прямо вам в голову. Ни шагу дальше, рычит он, и его голос оказывается не менее угрожающим, чем болт самострела. Из другой палатки выходит стройная эльфийка в айдирской одежде. Приветствую. Приветливо улыбается она. А у Мала с широченными плечами присоединяется к мужчине, который держит арбалет. Вы обращаете внимание, что фигура в капюшоне вообще не двигается. Моему другу нравятся ваши лошади. Ну, от нас не будет проблем. Эльфийка кланяется, каштановые волосы падают ей на лицо. В таком случае, как же мы можем не пригласить тебя? Она жестом велит вам проходить. Троица проводит вас среди палаток. Тех, как-то многовато эльфийка, любезно предлагает вам сесть у костра. Фигура в капюшоне не обращает внимания на ваше прибытие. Лица ее тени не видно. У нас есть суп, говорит А у Мала. Ну, похлебка. Можем даже предложить выспаться в одной из наших палаток. Попытаться их обокрасть. А много ли вы знаете про эти острова? А у Мала отрицательно качает головой. А Эльфийка же усмехается и говорит, ну, немного знаю. А что? Спрашивает смуглый человек. Это место кажется мне почти священным. На этом острове можно ожидать встретить птиц, ящериц, насекомых, но их тут совсем нет. Ну, кстати, да, тут все ответы интересные. Ну, давайте первое выберем. Странное место. Сама земля здесь явно из родного какой-то страшной энергии. А Эльфийка кивает. Может быть, Великий Катаклизм встряхнул этот мир много веков назад. А у Мала качает головой. Но рассказать мы об этом почти ничего не можем. Хм, а кто ваш друг в капюшоне? Женщина мягко смеется. Просто друг, думаю, тебе лучше самому спросить. Хм, подойти и заглянуть под капюшон. Нет, эй, ты кто? Фигура никак не реагирует. Те не играют на складках ее плаща. Дойти и заглянуть под капюшон. Вы подходите к фигуре, которая по-прежнему не шевелится. С каждым шагом вы становитесь все ближе к ней. Но одновременно и дальше. Вы идете, несколько минут костер как-то оказывается в стороне. Но вы продолжаете идти, не можете остановиться. Наклонившись пониже, вы заглядываете под капюшон. Вскрытое под ним лицо. Это Элиам Красавчик с корабля Непокорный. Что? Что? Элиам Красавчик погибает? Элиам Красавчик, что ты здесь делаешь? Элиам Красавчик поднимает бровь. А почему бы мне здесь не быть, капитан? Голос матроса звучит необычно ровно и тихо, словно бы из глубокой ямы. Вы содрогаетесь? Нет, содрогается земля, либо даже воздух. Под ногами у вас хлюпает грязь, желудок подкатывает горло. Когда вы видите, что в земле открывается пропасть, вы падаете в темноту. Вы просыпаетесь на голой земле. Нет ни палаток, ни лошадей, ни следов, ни даже костра. Охренеть, что это было вообще? Подождите, где этот Элиам Красавчик? Это кто? Ния, Чипутек, Випивоха. У меня все на месте. Веница, Бальтия. Что из-за бирта? Но он здесь. Это жесть какая-то. Он здесь, и он живой. Странно вообще. Очень странно. Прям супер-супер странно вообще, что произошло. Мне кажется, исследовав этот остров, мы завершим квест с картографией. Ласкракена получаем. После продолжительных блужданий вы наконец-то достигаете середины джунглей. Джунгли? Перед вами стоит просторное каменное строение, потрепанное веками. Над дверью красуется око Ваэля. Вы подходите к двери, пусть она и вырезана целиком из камня, но вы ощущаете на себе взор, укращающего ее глаза. Затем дверь беззвучно распахивается, открывая темный узкий проход, убегающий куда-то вниз. Ну хорошо, пойдем посмотрим, что там такое. Бегом, 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 бегом. Так, направо, направо, налево, нет, направо, налево, налево, прямо. Хель, я уже запуталась. Право, лево, 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 прямо. Ох, хель, я уже потеряла. Ага. То есть, кого-то мне оставить придется, хотите сказать. Да нет, идем, уверенно, в принципе. Так, Иши обнаружил ловушку снова. Тут некоторые плиты, блин, выглядят сами как ловушки. Вот это вот, например, вот круглое. Вообще на ловушку капец как похоже. Брошенная собака тут. О, черт, сработала ловушка. О, ну никто не ранен. И это хорошо. А, ловушка промахивается по противнику Аллот. Решительность, понятно, добавляется там с этой собачкой. Готова покляться, мы здесь уже были. Нет, еще не были. Давайте-ка сохранимся, а то я тут так беспардонно лутаю сундуки и бегаю через полкарты. Рано или поздно мне бы это лукнулось. Да, действительно, глаз в Элле. Иди. Рано или поздно мне бы это лукнулось. И должны все двери открыться или как? Ну это что-то, конечно, такое. Ну вот я сейчас иду вот насквозь фактически. Все открыто пока. Ну да, все открыто. Или нужно все закрыть? За собой. Ну да, все двери открыты. Причем, хотя да. Открыто. Все открыто. Нет, стоп, 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 стоп. Стоп, стой, 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 стой. Вот дверь нашел закрытую. Ага, одна дверь все-таки закрыта. И не одна, да? О, как тень тут весело играет. Так, ну это, конечно, интересная загадка, я не спорю. Но какие у нас есть варианты ее решения? Спросим у великого могущественного интернета. Надо ли, чтобы были закрыты все двери или все-таки открыты? Вот как бы не понятно, не понятно. Вот где-то и закрылась дверь. Так, это зал незримого, по-моему. Да, точно, зал незримого называется. Сейчас поищем, как нам попасть в самый центр. Ага, сейчас вот эта дверь не открывается, интересно. Вон, зал незримого сразу выдает. Прохождение лабиринта незримого. Ага. Хм, коммерческие тайны, прохождение побочных квестов. Ага. Ну, давайте посмотрим, что есть в этом разделе. А то, в противном случае, на силу я эти печати, я так очень долго буду это делать. Так. Двигайтесь в сторону теперь, следуйте ровно вниз до него. Ты тут им, следуйте его и взгляните в тот самый зал незримого. А второй остров находится слева Дикавары на нем. Ага, то есть конкретно. Это к картографии этот квест относится, но тут нету. Именно рекомендации, как его проходить. Интересно. Блин, пробовать реально, что ли, с самого начала? Может, мы тут уже что-то накосячили? Что-то закрывается, что-то открывается. Так, вообще, надо всех из Телса вывести. Если уж на то пошел. Так, здесь все открыто. Здесь мы свободно проходим. Все открыто, все открыто, все классно. Ага, вообще, все закрыто. Я не понимаю, почему это? Я не знаю, почему это? Я все открою. Да, нелегко мне будет. Надо еще на ту дверь поглядывать. Мало ли. Что-то как-то больно долго дверь по звуку открывалась. Тут открывается дверь, а тут закрывается. Далее. 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 Они открываются вдвоем. Это закрывается. Откройся. Надо, чтобы одна кнопка сразу несколькими дверьми начинала управлять. Далее. Далее. Что за этим все знает? Далее. Далее. Глади мне, что портит. Вообще, мне кажется, тут чуть ли не от обратного нужно действовать, если уж на то пошло. Субтитры создавал DimaTorzok О, да ладно, мы в этом углу все двери, что ли, открыли? Господи, неужели? Ох, ужас какой. Ну, а здесь вот теперь проблема у нас. Две двери закрыты еще. Три двери. Две открыты. Поменялись между собой. Ага. О? Окей, окей. Видимо, у меня нет выбора, мне придется по прохождению это все делать. В противном случае мы потратим так слишком много времени. Столько, сколько не нужно тратить на это место. Так, вернемся в самое начало. И пойдем по порядку. Все, нажимаем мы на эту кнопочку. Нажали. Ага, мы проходим дальше. Спускаемся, спускаемся, спускаемся. Нажимаем на эту кнопочку. Так, дверь закрывается. Заходим сюда. Эта дверь у нас уже открыта. Отлично. Они вот так меняются между собой. Все, делаем такую локировку. Ага, и чисто напрямик, они открыты. Так, здесь у нас тоже открыто все. И одним персонажем... А, нет, не одним. Идем дальше. Сюда. Здесь у меня открыто уже. Так, тоже. Ага, пам-пам-пам. Здесь я тоже все нажал. Так, ну пока вот все то же самое делается, как и у меня. Так, при нажатии на эту закроется вот эта и вот эта дверь. Да, все верно. Значит, мы их открываем. Все правильно. Ага. Ага. Тут у меня все верно. Открыто. Так. Так, ну вот так у меня тоже сделано уже. Так, стоп. Мы на эту можем нажать, что ли? Ну, нет, это с другой стороны. Закрываем вот эту и открываем две сразу, да? Это с другой стороны. Или нет? Или нет? Или нет? Или нет? Так, а если закрыть эти две? Как там показано? Что, если такого? Так, ну, нет. Как там, я не знаю. Как там, я не знаю. Так, ну, я не знаю. Ну, так открывается. Я слушаю, дай мне ордер. Как сложно-то. А, то есть все не надо двери открывать. Вот в чем дело-то. Ни хрена себе. Я пытался все двери открыть. Блински. Вот в чем дело-то. Вот, и дверь открывается. Другое дело. Только у нас там персонажей абсолютно нету. Класс. Ну, ладно, разобрались и на том, спасибо. Так, хранитель может сюда добраться. Да, конечно, спасибо. Нас здесь уже будет много. Ты говорила? Да. Ладно, мы все двери открыли, хотите сказать. Да? И это может сюда прийти. Ничего себе. Ура, мы это сделали. Хе-хе-хе. Ну, мы были достаточно близки к истине, по крайней мере. Можно сказать, даже при несколько долгой, более долгой дрочке могли бы справиться без прохождения. Реагент. Глаз Фаэля. Одноручный скипетр. 13-19 урон. Как только... Так, ага, случайную иллюзию накладывается. Шанс получить невидимость на 8 секунд по критическому попаданию. Как только вы берете скипетр в руки, начинает звучать хор голосов. Они говорят на энгвитанском, древне-айдирском, валианском языках Куана. Каждое слово эхом звучит на множестве неведомых вам языков. Мы читаем тома, что еще не написано. Мы заглянули за пелену смерти. Мы ищем сердце всякого знания. Мы ступаем по неведомым мирам. Откажись от колеса, откажись от смерти. Прими печать, глаз, метку. Проснись на рукояти скипетра начертана фраза. Эзотерика. Проли Ферада. Что-то я могу сделать? Конечно. Опа, веселье. Зотти сразу молодец, накладывает то, что нужно. Говоря, кстати, про скипетр. Ты же у нас обладаешь скипетрами? Волшебная палочка скипетр. Да, мы тебе выдадим его. Что-то, можно сделать это. Класс! Я буду рад. Мы бедны невероятно. Нам еще нужно одного члена команды как-то нанять. А это, скорее всего, ни хрена не бесплатно будет. Не знаю, назовем этот остров как-нибудь. Можно так и назвать незримый. Как всегда, мы в честь какой-то центральной локации называем остров. Все, убираемся отсюда. Изучение регионного куктика. Ага, завершено. Возвращаемся к санкции. Хорошо. На Никитаку мы идем. 367 монет у меня осталось. Жесть какая. Это не говоря о том, что мне нужно как-то эти, вот эти ресурсы купить. Жесть. Просто вообще жесть какая-то тотальная. Скорее на Никитаку. Лекарство. Лекарство. Боевой дух. Лепешка-та. Лепешка-та. Надеюсь, что мне сейчас за этот квест он хотя бы тысяч пять-то отвалит. Но в противном случае я... Очень беден. Ну, скорее всего, это, кстати, не единственный квест, который мне даст... Даст еще что-нибудь исследовать. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Как могу я вас поддерживать? У меня есть кое-что для твоей книги. Я и не надеялся, что найду такого замечательного партнера. Ты получил деньги, конечно. Почему ты остановишься здесь? Мы сделаем хороший ход, и ты, конечно, осуществляешь себя. Я тебя предстоит отправиться далеко на запад, за порт Маже. За риф Вакара, за островом Гангати. Никто не был в таком случае в 80-м. Я уверен, что все будет в полном порядке. Буду ждать. Добро пожаловать! Как могу я вас поддерживать? Красиво! Представляю, что это немного холодно. Два из-за острова еще не были служены. Ты захочешь путешествовать на северо-восток из-за острова, чтобы достигнуть острова. Думаю, ты понимаешь, что там жарковато. Чтобы туда добраться, двигайся на северо-восток от пристани. Буду ждать. Добро пожаловать! Как могу я вас поддерживать? Конечно, конечно. Давай-ка я эти книг каких-нибудь продам, дружище. Потому что у меня есть то, что я уже прочитал и далеко не раз. В том числе и заклинания, которые я не особо-то и юзаю. Так что смело отдаю тебе большую часть всего этого мусора. Так, ну вроде я тебе все скинул. 1700, неплохо. Ну вот сейчас у нас хоть получше с деньгами будет. Совсем каплю, но получше. Плавающие мели, да, мы получили задание. Фух, ну хоть один сходу мы сдали, хоть деньгами разжились. На этом вам-то хотя бы спасибо. Так, ну я думаю, что мы вообще на самом деле закончим на этом. Потому что делов-то мы тут понаделали. Прям понаделали. Надо и честь знать. Вот майя можно качнуть разве что. Скрытность, атлетика, пиротехника. На тебе эту атлетику. 18 выживания. Ой, что ж тебе тут качать-то, дорогая моя? Ммм, защищающие узы, но они не настолько близко находятся друг к другу. А вот увеличить стойкость персонажа, это дело интересное, конечно. Ну, лучше бы я у нее урон увеличил какой-нибудь. Че-че-че? О, давайте вот это возьмем. Она у нас на пассивках будет вывозить, судя по всему. Абсолютно. Так. Так, а вон наша посудина, кстати, стоит. Канонир нам. А, так вы все вылечились. Ну-ка, где тут канонир? Рулевой навигатор. Алло, канонир. Вперед. Мне нужно кого-нибудь нанять, чтобы закрыть брешь. Новичок, палубный хер... Новичок, новичок, новичок. Ну, канонира лучше брать с одной стороны, потому что они чаще всего страдают от попаданий. Все, отлично. Жаль, что вы все неопытные, какие-то бесполезные вообще. 57 тысяч просто охереть вообще. Просто охренеть. А, они даже денег не стоят продавать. Их никакого смысла нет. От этих пушек только избавлюсь и все. Ну, это все нужно, это для крафта. А вот всякую жрату можно было бы продать, конечно. Хотя вот, что... Ну, вот рис, например. Вот есть у меня рис? Мариатская каша. Сколько у меня ее? Намного у меня ее. Вот в чем суть-то. 115 монет. А нахера мне 115 нет? У меня вообще никакой погоды не сделают. Так же, как вода, которая ничего не стоит. Здесь она стоит, сука, аж 2 монеты. Ладно, давайте тогда пополним запасы. Нам нужно 102 единицы ядер. Потом... Так... 160 всяких лечебных штук. Угу. Так, и... 50... 62. Во, отлично. Полностью укомплектованы. Все у нас есть. Еда, вода, алкоголь. Можно смело вообще отправляться в путь. Абсолютно без задней мысли какой-либо. А дальше только, ну, я не знаю. Ну, давайте, кстати, улучшим, например, вот мы эдеру. Еще эту штуку улучшаем. Что мы... А, одинокий заступник. Мм, это не то. А что он удаст? Хозяин класс защиты и отклонения плюс 5. А, нет, это абсолютно бесполезно. Зачем нам одинокий заступник? В таком случае нам бы... Вот это бы пригодилось, например, но мы это лучше не можем. Вот эту штуку. Чего мы можем? Шанс наложить на цель случайного воздействия при критическом попадании. Неплохо. Дает немигающий взгляд. В случае успеха. Ага, паралич. Неплохо. А лучше вот эту возьму. Болезнее будет. А дальше у нас, как всегда, просто заканчиваются деньги. Надо каких-нибудь хилов, что ли, дать. Все, нормально, другое дело. Все, на этом мы, ребят, закончим. Хорошая, насыщенная серия. Следующий обязательно продолжим. Всем спасибо и пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok